Заседание Совета Медицинской Палаты Алтайского Края прошло на площадке фармацевтического предприятия «Эвалар». Главные врачи крупнейших лечебных учреждений региона начали свою работу с экскурсии по инновационному производственному комплексу. Члены Совета смогли увидеть технологическую цепочку по выпуску натуральных лекарственных средств, производимых в рамках полного цикла. Примерно 80%, даже, наверное, большее количество сейчас продукции, которая импортозамещается. И как раз компания, которую мы сегодня посетили, это яркий пример того, как нужно работать и как нужно производить импортозамещение именно в лекарственной сфере. Очень серьезная работа здесь проведена. Мы посмотрели и увидели, какое это высокотехнологичное производство, во-первых, какой здесь происходит контроль качества на всех этапах лекарственных препаратов. Радует то, что уже за последнее время компания Валар сделала шаг не только от БАДов, но и к лекарственным препаратам, которые уже утверждены в номенклатурных перечнях, в том числе и в клинических рекомендациях. Компания входит в десятку наиболее динамично растущих фармацевтических компаний в России и последовательно развивает профиль препаратов в рамках проекта по замещению импортной продукции. Так, на сегодняшний день компания выпускает более 20 лекарственных средств аналогов импортных продуктов. Препараты Валар включены Минздравом РФ в перечень взаимозаменяемых лекарственных средств, что расширяет возможности врачей и их пациентов по выбору качественной и доступной терапии. Далее члены медицинской палаты обсудили работу школ диабета. Сегодня в Алтайском крае их 12, и они уже показали свою эффективность. Школы диабета – это образовательные площадки на базе лечебных учреждений, где пациенты с диагнозом диабет могут получить практические знания от врачей о том, как управлять и жить с этим заболеванием. Диабет причислен к социально значимым заболеваниям. И в этой связи остро стоит задача в разработке более эффективных программ и методов как профилактики самого заболевания, так и по предупреждению ранних и поздних осложнений. В этом смысле такой инструмент, как школа сахарного диабета, показал и доказал свою эффективность. Охватность проекта нужно существенно расширить, в том числе, например, за счет онлайн занятий. И планомерная работа в этом направлении снижает число госпитализации, а также позволит поддержать высокое качество жизни больных. Ирина Корчагина, Ксения Цапко. День с толком.